И всем привет, ребят! С вами Мистер Баник и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик долгожданный с бездонатом, который вы ждали. Я более чем уверен, на первом видеоролике за столь длительный период времени по бездонату вы набрали довольно жесткую активность. Поэтому, если вы хотите продолжение снятия, ну, подобной, можно так сказать, рубрики, то давайте наберем на этом видеоролике 150 лайков. Как только 150 очка у нас набирается, сразу же аппетитно, сочно, резко, быстро, не так долго, как после первого, выходит следующий видеосик по бездонатику. С предыдущего раза у нас, по сути, на аккаунте ничего интересного не поменялось. Сегодня поговорим о дальнейших планах развития данного аккаунта. К сожалению, я думал, что сегодня зайдем, выполним заданочки, но я их выполнил где-то дня так 2-3 назад на одном из стримов и забыл, как всегда, забрать. Но заданки были выполнены, поэтому заданок у меня нет. Поэтому сегодня просто пообщаемся, поговорим по поводу всех движений, которые будут у нас связаны с этим аккаунтом. Ну и о том, что же я вообще хочу в дальнейшем выкачать, какие вооружения и какой акцент сделать на данном аккаунте. Все же звание у меня довольно-таки маленькое. Пикнем давайте в какую-нибудь каточку. Звание довольно-таки маленькое, и поэтому на данный период времени можно выбрать какую-нибудь интересную стратежку по прокачке аккаунта. Как вы знаете, у меня есть Дикогром МК-7, который чисто в теории является очень неплохой комбинацией для матчмейкинга. При том, что это майор и Дикогром МК-7, это уже выглядит неплохо. Но, понятное дело, что помимо него у меня есть на аккаунте и другие вооружения. Здесь есть и фриз, есть и страйкер, и, если не ошибаюсь, еще парочку было пушек, которые были МК-6. Но, давайте даже зайдем, сейчас посмотрим, что у меня здесь было. Приисточный МК-7, это я помню, Жига МК-6 на 7 качаная, Твинс МК-6 на 5 качаный, и вроде как все. То есть у меня есть полноценно две пушки МК-7, две пушки МК-6 почти закачанные на МК-7, но там где-то половинка, где-то чуть больше половинки. И встает вопрос о прокачке дальнейших вооружений, встает вопрос о том, что же лучше, как лучше продвигаться, как лучше двигаться, какие режимы лучше играть, да, где лучший фарм, лучшая прокачка аккаунта. Да, ни для кого не секрет, что в матчмейкинге есть ребята, которые прокачивают аккаунт, ну, просто с нереальнейшей быстрой скоростью и летят по этим звонкам, что бешеные. То есть там, условно, с моего майора до маршала можно там зайти за пару выходных, если у вас есть, например, премка, и вы играете в грамотный, правильный режим. Многие, конечно, об этом не знают и думают, что подобные вещи невозможно никак реализовать, но те ребята, которые, вот, например, как я, имеют МК-7 вооружения, это могут сделать на просто изи-изёвый. Даже не на МК-7, можно даже делать подобные вещи и на полупрокаченных МК-6 вооружениях. К слову, мы второй бой можем, кстати, и в этом режиме и сыграть, для тех, кто не знает. Возможно, когда-то я по этому поводу что-либо снимал и говорил, но я думаю, что уже много времени прошло, об этом можно поговорить и ещё раз. Поэтому, что касаемо вооружения, здесь я дико гром свой изменять не собираюсь, так как это вооружение является актуальным в матчмейкинге. И по прокачкам на данный период времени, как по мне, она выглядит самым здравым и правильным решением. Да, то есть у меня есть МК-7, который уже начал свою прокачку. То есть есть там гром, который на шагов 5-7 качан, да, и диктатор, который также примерно прокачан. То есть нет смысла начинать прокачивать что-то другое. Да, понятное дело, что у меня есть другие пушки, которые качаны, и их могло бы не быть, но в своё время просто были определённые комплекты, которые я покупал, и оно, ну, реально, в тот период времени того стоило. То есть на майоре у меня есть две пушки МК-7, есть две пушки МК-6, но почти фуловые прокачанные до МК-7. То есть это на деле выходит очень хорошая комбинация. Поэтому главный акцент мой на данный период времени на аккаунте это докачивание одной пушки и одного корпуса до МК-8. Соответственно, это будет дико гром. Ну и прокачка в побольшей части за счёт заданок, за счёт получения дополнительных кристаллов на аккаунте. Ну и разыгровочка всего этого в лучшем, просто лучшем режиме для подобных званий это Джаггернаут. При том раскладе, что у меня есть нормальное железо, нормальная скорость интернета, шанс моего попадания в Джаггернауте, на самом Джаггернауте уже велик. И за счёт этого я могу себя максимально комфортно чувствовать в этом режиме. Да, возможно где-то может даже стоит перепикнуть бой, чтобы получить этого Джаггернаута. Но так как у меня есть хорошее вооружение, уже у меня есть небольшое преимущество над противником. Плюс, ко всему прочему, с танком уникальным, а именно Джаггернаутом, с прокачкой, у вас есть возможность отличного жёсткого нагибаторского фарма. Но кому-то, например, не нравится Джаггернаут, тем ребятам я, например, без доната советую играть в режимы, в которых нужно выполнить определённые заданки. А вот просто сидеть, фармить на ивентах, да, то есть там можно в каком-нибудь условном штурме за деф, да, с механиком. Просто механик купить, нулячий стоковый, и на нём тоже катать. Это, в принципе, не проблемная тема, можно даже и так пробовать реализовывать. Но всё же, конечно же, если уж сравнивать какой-то другой режим по прокачке гаража, по прокачке получения кристаллов и получения опыта, то Джаггернаут не сравнится на данный период времени ни с одним режимом. И как у нас было где-то год назад, или даже полтора-два, так и сейчас, по сути, ничего не поменялось. То есть самый эффективный и грамотный режим в игре до сих пор остаётся Джаггернаут. И использование своего вооружения и прокачку его в других режимах является не столь актуальным, как это можно сделать в Джаггер. Но не у всех есть хороший комп, не у всех есть возможность первого пика в бой. Поэтому, если вы качаете АК и не играете чересчур много, как, например, я, да, то есть я вообще крайне редко захожу на этот аккаунт, а, возможно, буду заходить на него ещё реже, да, если интереса и активности никакой не будет, то, по сути, мы, может, даже и забьём на него, как это было раньше. Но, если будете, наоборот, то, понятное дело, что я буду стараться показывать всё это дело, прокачку, и, может, даже на стримах чаще будет появляться этот аккаунт. И полноценно прокачивать на заданках аккаунт очень выгодно. Все знают, что звонка летит очень быстро, да, и многие ребята, например, не хотят так быстро прокачиваться. То есть кто-то хочет иметь на каком-нибудь там маршале уже полноценное МК-8 сочетание пушка-корпус плюс резисты, там, например, 3, да, или там 4 реза уже иметь. И для этого вам желательно не лететь, что бешеный там, и задротить ночами напролёт, да, а просто выполнять заданки и, например, там немножко подфармливать на особых миссиях, да, выполнять особые миссии и подфармливать, пока выполняете особые миссии, на дополнительных фондах, которые у нас, по сути, уже, ну, я не знаю, долгий период времени с пятницы по воскресенье идут. То есть 3 полноценных дня на миссиях, на ивентах вы можете дополнительно зафармить. Плюсы бывают ещё и спецрежимы крутые появляются, на которых тоже можно поиграть и неплохо так заработать кристаллов. Поэтому здесь, как бы, есть уже у вас право выбора, но заданки выполнения и джиггернаут, да, то есть это 2 вещи, которые даёт вам 100% буст кристальный аккаунт. Плюс у вас, понятное дело, что вместе с кристаллами поднимается звание, поднимается звание, открываются новые предметы, открываются новые предметы, вы прокачиваете новые вооружения. То есть здесь всё закономерно и всё дефолтно. Ну и вот тот самый режим, о котором я говорил, джиггернаут, да, то есть меня сразу запикивает на джаггера, у меня 7000 гс, у противников тут в среднем 4-5, да, даже у генерала Лейта 5000 гс, то есть он не качаный, по сути. Я могу спокойно занимать определённую позицию и стоять накидывать урон. Я могу даже не пушить джаггера, как это я, например, делаю на основном аккаунте, где я сливаюсь. Здесь нужно как можно больше ценить своё выражение и понимать, что у меня джиггернаут – это то вооружение, которое даст мне максимальный плюс по уничтожению противника, плюс по возможности набору очков в бою. То есть на обычном вооружении я такого дать не смогу, чисто в теории у меня из-за моего ограниченного вооружения, то есть у меня дико гром, у меня не будет возможности постоянного нанесения большого дэмэджа по противнику, плюс ещё иметь 16000 хп, да, то есть я на своём диктаторе, там будет троечка у меня и всё. То есть у меня нет никакого дрона, да, который может дать преимущество. Плюс мне не нужно тратить расходку вообще от слова, да, то есть если есть игроки, которые играют, и у них нет, например, расходки, как у меня на бездонате, который как бы годами собирал расходку, да, тут по 6000 у меня есть, то ваша лучшая возможность – это просто джиггернаут, да, то есть пикаете джаггер, попадаете на джиггернауте, если у вас нормальный интернет, и сидите, чилите. Просто чилите, фармите вот так вот, просто накидываете дэмэдж, забираете бабки. За 2 минуты у меня 16 киллов, при том, что эта карта, ну, не сказать, что у меня прям тут шикарно что-то получается, да, то есть я как бы дефолтные свои киллы забираю, и за счёт этого пытаюсь здесь уже что-то дополнительно поднимать. Возможно, кто-то скажет, что, блин, ну, братанчик, ну, я так жёстко не играю, как ты. Но в чём проблема, даже если вы не играете жёстко, стоять у себя на респе и убивать тех противников, которые будут ехать на вас? Я считаю, что никаких проблем в этом плане нету, и любой, любой, повторюсь, может так же успешно стоять, накидывать дэмэдж и выигрывать свои моменты. Даже при том раскладе, если вас не кидает первого на джиггернауте, очень часто на таких званиях игроки играют неграмотно, то есть они где-то пушат, где-то торопятся, да, и понятное дело, что за счёт этих ошибок у вас появляется возможность получения джиггернаута. Если вы его получаете, то вы уже стараетесь его более целесообразно и более грамотно реализовывать, а не так, как, например, попытался его реализовать противник. То есть даже если он проигрывает по счёту, его задача постоять, поформить и заработать как можно больше, а не просто поехать и слиться. Видите, я держу какую-то определённую позицию, я не стараюсь рваться за этими джиггернаутами, они сами приходят на меня, и, по сути, даже я бы мог играть с дополнительной агрессией, но эта дополнительная агрессия может привести к тому, что я просто уйду на респ и буду играть на дикогроме. И здесь я, понятное дело, что головой своей немножечко подумав, понимаю, что никакого резона пушить джиггера мне нету. Даже если я там убью одного, убью двоих, я набью намного больше киллов, просто стоя на определённой позиции и кидая по противникам, у которых не такое большое ГС. А если у них не такое большое ГС, соответственно, практически всегда эти танки будут ваншотные. Ну и всё, здесь максимально всё просто, и у каждого из вас есть такая же возможность реализации этого вооружения. Да, то есть всё, что вам нужно делать, это иметь какую-то одну комбинацию и на этой комбинации уже развивать свой дополнительный гараж. Да, вы скажете мне, что типа у меня там гараж был, поэтому мне легче, но я уверен, уверен на 100%, что можно даже нулячий аккаунт создать, нулячий, просто полностью нулёвый акк. И сделать всё так же самое, в том же самом джиггернауте, на одном вооружении, раскачать себе весь гараж и всё сделать в лучшем виде. Да, на это может быть потребуется не такой уж маленький промежуток времени, но это самый лучший, эффективный и грамотный способ прокачки аккаунта с нуля. И все те ребята, которые говорят, что без доната невозможно выкачать хороший гараж, и там что типа там сейчас это донатная игра и обязательно надо донить, чтобы что-то у тебя норм там появилось, это всё полнейший бред. Да я бы мог даже какую-нибудь цель на лайки бы сказать, и если бы она бы набралась, то мы бы вместе с вами создали бы новый аккаунт, если вам это интересно. Но этот бустик я, наверное, оставлю на следующий видос, если на этом у нас 150 наберётся. Если активность в комментариях будет с этой идеей, то возможно, возможно. Мы придём к тому, что всё же мы создадим новый аккаунт, будем уделять ему какой-то период времени, записывать на нём видосы и полностью с нуля выкачивать аккаунт на условном джиггернауте, да, и где вы сами всё полноценно увидите и будете понимать, как можно выкачивать, с какой скоростью, да, и насколько эффективно всё это дело может работать. Да, вот даже викинг сейчас прожимал овердрайв, но по сути, ну я бы не сказал, да, что у него там были какие-то шансы меня уничтожить. Всё-таки там по расходке были проблемы. Ну, а я свои 50 килов катки дал, да, то есть вы скажете 50, целых 50. Тут даже фельдмаршалы играют, я играю на моё. Да, то есть у меня даже вот такая возможность есть набитие 50 килов, 1000 очков, да, то есть и так можно каждый бой делать, каждый бой. То есть у вас есть джиггернаут, вы каждый бой можете так играть. А если у меня была бы сейчас бы премка, то вы понимаете, да, у меня премка дополнительно x2 идёт. И я говорю, я просто говорю, да, я не потею в этом бою. Я просто обычно играю в матчмейкинг без дополнительного никакого напряга. А если тут запотеть, ну, у меня, может, 70 уже было бы, если бы я бы запотел. Прям по-жёсткому. Поэтому всё в ваших руках, молодые люди. И мне очень сильно не нравится, когда многие сидят и говорят о том, что сейчас невозможно прокачивать аккаунт без доната. Да, что для этого надо какие-то средства вкладывать, надо что-то покупать, чтобы просто что-то начать выкачивать. Я бы с вами не согласился. Но вы скажете, наверное, что мне легко рассуждать, потому что у меня на майоре есть МК-7. Но даже вы можете добиться примерно такого же результата. У вас у каждого есть возможность покупки комплектов. Я, правда, не знаю, с каких они званий появляются, но даже если они появляются не с майора, а с полковника, это не проблема. Если у вас будет на таком звании не МК-7, а МК-6. Если я буду выдавать с одного страйкера не 2 800, вернее, с одного выстрела не 2 800, а буду выдавать 2 500. Это всё тот же самый ваншот. А если это всё тот же самый ваншот, то киллы сильно отличаться от этого никак не будут. И вы также эффективно сможете зарабатывать большие количества кристаллов. Да, может где-то надо больше чуть везения, где-то оставлять контейнеры, например, перед ивентами, чтобы пробовать выбивать премку. Выбили премку, заформили по-крупному, по-красивому, по-жёсткому. И забрали прибыль. То есть, ну, здесь надо просто немножко больше думать, как можно грамотно реализовывать свои средства. И самое главное, делать акцент на одном вооружении, а не покупке нескольких тройки, потому что вам скучно играть над нём. Если вы хотите быстро, грамотно и эффективно прокачать аккаунт, то вам стоит сконцентрироваться на одном вооружении. На одном вооружении раскачаться, выкачать базу определённую, то есть это, например, там 3-4 модуля, одна пушка, один корпус, и потом с этой базы уже купить, например, себе дополнительную пушку, дополнительный модуль, дополнительный корпус, и всё это делать постепенно, а не сразу покупать всё подряд и начинать всё подряд выкачивать. Тогда у вас, конечно, будет печаль, будет хаос, и вы не будете понимать, что происходит, и будете говорить, что в этой игре рулит только бездонатеры, ой, донатеры, которые там вкидывают бабки, а без доната в этой игре ты ничего не сможешь сделать. Поэтому логика очень обычная, простая, и всё в ваших руках определённо, определённые, как бы, идеи у меня дополнительные, конечно же, есть. Ну и если это всё интересно вам, мы, конечно, можем продолжать в том же духе каком-то. Кристаллы потиху будут набиваться, будем прокачивать, выкачивать, зарабатывать на этом аккаунте, а может быть, перейдём к прокачке какого-то нового, но для этого, конечно же, нужна ваша определённая активность. Как-то так, друзья. Если вам понравился видеоролик, как я уже сказал, обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был Мистер Венков. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok